Итак, первое, что человек должен в жизни делать, он должен учиться со всей силы слушать тех, кто молится и вместе с ними молиться. Слушание является основой жизни. Если человек думает, что он уже имеет слушать, он и дилетант, он не понимает, что слушание бесконечно развивается. То есть слышать тех, кто молится, молиться вместе с ними, слушать свой голос, потом слушать голос, который звучит чистоты Бога, как бы у тебя в сердце. Это основа жизни. Когда человек живет этим звуком победы или звуком мыслим о Боге, тогда все препятствия разлетаются вдребезги в его жизни. Никаких шансов, чтобы они его победили. Никаких шансов. Дальше. То есть слушание означает сила разума, разумность. Не нужен Олег Геннадьевич, сама все понимая. Некоторые люди ко мне подходят. Олег Геннадьевич, я не за вопросом. Спасибо вам за все. Что это значит? У человека сильный разум. Он сам все понимает. Зачем ему вопросы не нужны? Все. Сам разобрался. У него есть сила побеждать судьбу. Своя. Никто не нужен уже больше. Каждому человеку должна быть своя сила. Я тоже раньше за старшими бегал. Сейчас просто мне нужны благословения, чтобы они мне сказали, да, это для Бога, делай. Все, я делаю тогда. Иногда бывают, конечно, периоды, когда надо задать вопрос. Бывают у всех людей. Теперь вы говорите, что-то я неразвитый человек какой-то в служении. Неразвитый человек в служении. Оторвись от себя, от своих проблем. Начни что-то для кого-то делать. Для кого можешь. Для кого можешь. Людей вокруг нет. Кошку какую-нибудь корми бездомную. Ну что-то для кого-то делай. Начни с кошки, закончишь. Директор на завод. Начни служить тому, кому можешь. Будешь сильнее, будешь дальше двигаться выше, выше. И социально станешь очень сильным. Если хочешь, чтобы твоя личность была сильной, служи. Женщина хочет, чтобы замуж, служи красотой своей. Люби всех, заботься, дружи, прощай. Люби близких. Станешь красивой. Без сомнений. Если хочешь преодолевать трудности, принимай их. Сначала трудности не преодолеваются. Принимаются. Прими, что это твое. Потому что люди говорят, Олег Геннадьевич, неужели это правда, что муж может погибнуть? Неужели это правда? Прими, это твое. Что вы меня пугаете? Я не пугаю. Прими, это твое. Если ты примешь, потом победишь. Не примешь, не победишь. Люди не верят. Приведу пример. Одна женщина спит. Моя знакомая. Потом очень сильно каялась. Сильно страдала. Спит. Во сне приходит мама, говорит, доченька, я помираю, помоги мне. Прямо сейчас помоги мне, что-то сделай, помолись за меня. Я умираю, ухожу из жизни. Она такая, ну, думает, что-то померещилась. Перевернулась на другой бок. Утром проснулась. Приходит в соседнюю комнату. Мама тело оставила. Вот весело. Вот она потом страдала. А почему она страдала? Как вы думаете? В чем причина? Потому что она не приняла эту информацию. Она ее не переварила, не приняла внутрь. Померещилась, показалась. Понимаете? Прими. Тебе Бог сказал в сердце, что происходит? Прими. Иди проверь. Если считаешь, что может быть... Проверь. У меня было много в жизни таких ситуаций. Надо всегда Бога слушать. У меня два раза в жизни дом горел. Сейчас расскажу. Две истории. Один раз прилетел, вот с лекции, читал лекции, прилетел. Я всегда, когда прилетаю, даю возможность себе поспать. Устаюсь страшно, усталость накапливается. Я думаю, встану поздно. Все, ложусь спать, отдыхаю. Даю себе возможность спать. Прилетел поздно, лег спать. Просыпаюсь в четыре утра. В сердце такое. Вставай. Иди, тебе надо молиться, хватит тут валяться. Все, вставай. Я думаю, как вставай, я же устал. Вставай, вставай, тебе надо молиться. Что ты тут устал, развалился. Господь так со мной, как бы, меня вдохновляет. Не то, что он говорит прямо, а просто чувства такие идут изнутри. Господь не словами с нами общается, а через чувства. Я такой, нет, я не встану, буду лежать. Уже начал бунтовать. Не отстанешь, такой уже конкретно, как бы, такой. Я так испугался. Думаю, да, хорошо, я встаю. Встаю, пошел в ванну, иди мойся, принимаю омовение и молись. Я думаю, что-то странно сегодня, какая-то странная ситуация. Пошел, короче, принимать омовение. Открываю ванну, а за ванной у нас там, как бы, вот, ну, эти все вот аппаратура, частный дом, чтобы там насос качать, там, ну, всякие приборы. И там пожар. Ну, то есть, все горит прямо. Ванну открываю, ванна вся в дыму. Вот. Я знаю, что даже дыхать это нельзя, этот дым. Вот. Ну, в общем, жену вывел на улицу, сам пошел тушить. Ну, в общем, потушил этот пожар. Но был интересный случай там. И у меня возникла мысль, а вот, как же люди в пожаре погибают? Почему они в дыму погибают-то? И такой ответ. Погибают, потому что дым вдыхают. Ты, как бы, набери воздуха-то, иди туда и туши. Вот. Чего ты спрашиваешь всякую ерунду? В сердце такой ответ. Вот. И я пошел туда тушить. А потом, когда выходил назад, у меня такое все из сердца. Чуть-чуть вдохни. Чуть-чуть. Такой вот, типа. Ну, как будто я хочу вдохнуть сильно такой. Как будто воздуха не хватает. Хотя, в принципе, мог бы потерпеть. Я так раз, ну, не хотел, вдохнул. Потом выхожу, не могу дышать. На улицу вышел, вот так сел, не могу дышать. Чуть-чуть дыма вдохнул, и просто остановилось дыхание. Блокировка. Не дышится. Все. Не могу дышать так. Ну, так сидел, наверное, около минуты, и потом раз, начал дышать. И такой ответ. Видишь, вот поэтому и погибает. Обучение такое. Видите, молитва помогает. То есть, Бог мне что сказал? Иди молись. Он мне сказал пожар, потому что не положено мне это знать по судьбе. А в результате пожара. Второй случай. Стоит термос пластиковый. Газовая плита. Я не знаю, что произошло. Он далеко стоял, но видно, какая-то неполадка была в этом, в газовой службе. И очень сильный напор газа, такой, какой-то вспышка газа произошла. В общем, загорелся этот пластиковый термос, и пошел пластик течь, и он с огнем же пошел течь, и как бы начался пожар. Но я вам сейчас расскажу, как Бог спас меня от этого пожара. Я учу определенное количество санскритских стихов, которые помогают мне понять глубже знания духовные. И я это правило всегда выполняю, где-то полчаса требуется мне это делать. И я никогда не прерываюсь, вот просто читаю. Я поставил вариться кукурузу, чтобы она варилась, рядом вот этот термос стоит. И я пошел читать стихи, знаю точно, что она сварится через полчаса, все, приду, она будет готова. Значит, пошел варить кукурузу, иду, читаю стихи. И внутри, иди, она уже сварилась, кукуруза. Я такой, да не сварилась она, как бы, еще надо 15 минут ждать. Я половину только правила сделал, иди, 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 ты не можешь читать. Ты грешник, у тебя нет сил читать. Ты суетливый человек очень, у тебя напряженный ум. Не можешь до конца все дочитать. Нет, могу, нет, не можешь, нет, могу, нет, не можешь. Пошел, короче, психанул, пошел. Ну, схожу, ладно, и буду дальше, что мучиться. Пошел, короче, там пожар. Там уже это, вот, ну, пошел внизу вот это все гореть, и прям чуть-чуть пламя до верхнего ящика, а там уже все бы пошло очень сильно. Я несколькими кружками все потушил, вовремя пришел. Вот два пожара, оба должны были дом сожжечь. Очень сильное пламя сразу пошло, там течет все, проводка тоже потекла, там все, как бы, ну, все по-взрослому. Ничего не произошло, просто все было потушено, потому что так действует молитва. Когда с Богом близкие отношения, ну, не то, что там совсем близкие, но ты, по крайней мере, молишься, то сигнал будет, понимаете, об опасности, сигнал будет обязательно. Нет такого, что что-то раз произошло, и ты не знаешь, и все, и ты погиб, там все сгорело, сигнал будет, запомните это. Если вы сердце свое близко к Богу держите, что-то делаете, молитесь там, всегда вы будете знать об опасности. Никогда не будет такого, чтобы вы не чувствовали опасности. Предупреждение будет обязательно, всегда. И выбор тоже у человека, свобода выбора будет обязательно. Вот когда в Турции погиб самолет, вот люди погибли в Турции. Помните, да, этот случай? Из Питера люди летели в Питер, и все погибли. А? В Египте, да, это было? Я потом узнал интересную историю. Узнал в интернете, узнал интересную историю, что, оказывается, один стюардесс не погиб, остался жив. И это произошло таким образом. За две недели до этого вылета уже было известно, что вот состав, кто летит, все было уже распланировано. Отец звонит этому парню и говорит, я во время молитвы понял, что ты погибнешь на этом рейсе. Пожалуйста, увольняйся с этой компании, иначе ты погибнешь. И сын сразу не поверил, отец настаивал, настаивал, говорит, ради меня, пожалуйста, уволься, а там очень престижная компания. Ну, он уволился, перешел в другую компанию, его сразу взяли, все, и потом этот самолет погибает. И он отцу очень благодарен, очень благодарен. Представляете, отец спас ему жизнь. Другой случай, когда вот этот самолет в Киеве, ну, над Украиной, который взорвался самолет-то, да? Другой случай, в этом самолете молодой человек делает селфи, видео селфи своему другу, потом сбрасывает его в интернете, видео такое. Говорит, я чувствую холод по всему телу, все, мне очень плохо, у меня такое ощущение, что я сейчас погибну. Я боюсь лететь в этом самолете, я не хочу в нем лететь. Такое, такое видео. И все равно сел и полетел. Ну, что ему, самолет еще не взлетел? Что ему мешало взять и выйти оттуда? Боишься, зачем тебе там лететь? Иди, выйди, тебе Бог предупредил, все. Может быть, это ошибка, ничего страшного. Если это ошибка, ничего страшного, ты просто потерял билет, там, чуть денег, время, но зато ты, а если не ошибка, тогда бы ты потерял жизнь. Понимаете, да, о чем речь? Поэтому предупреждение может быть. Будьте внимательны, следите за своей жизнью. Я уверен, что все люди, которые летели на этом самолете, они были предупреждены. Каждый в разной степени, каждому человеку дается выбор. Может просто не сесть на этот самолет. То есть первая стадия вот как бы контакта с Богом, вот это предчувствие, опасность, это принятие. Сигнал какой-то идет от Бога, прими этот сигнал, прими. Опасность чувствуешь, прими, не бойся. Это не значит, что уже все, уже все как бы, допустим, чувствуешь, что можешь как бы погибнуть, допустим, да. Не значит, что уже осеннее пальто можно не покупать, все. Это просто сигнал. Прими этот сигнал. Не надо как бы себя обрекать ни на что. Прими. Тебе Бог предупредил, что может быть опасность. Все, сражайся за свою жизнь, молись. В звуки победа идет, в звуки. Теперь дальше. Если ты хочешь лучше понять, что происходит с тобой в твоей жизни, то нужно учиться терпеть. Что такое терпеть? Это значит, что ты должен стараться не возмущаться тому, что происходит. Можешь с деревцем дружить, стоять, потому что деревья увеличивают терпение. Но что-то делай в своей жизни, чтобы терпеть. Если ты ситуацию вытерпливать начинаешь, терпишь. Допустим, муж хочет бросить. Замечательно, терпим. Истерика, когда он меня бросает. Терпи. Если человек начинает терпеть ситуацию, старается ее выдержать, молится, выдерживать, то знаете, к чему он приходит? Он начинает четко понимать, что происходит. Ему не нужен никакой консультант. Просто вытерпите. Вытерпите ситуацию, и тогда вы поймете, что происходит. Вы точно будете знать, что делать, как делать. У вас будет полная инструкция в голове. Не истерите, не метайтесь. Просто вытерпите. Вытерпите ситуацию. Продолжение следует... Продолжение следует...